Нашим деткам поддержка нужна чаще, чем мы можем себе представить. Дети ищут опоры в своих родителях. Но если сами родители находятся в дисбалансе, тогда ребенок может уйти в регресс, он становится более инфантильным. Или же наоборот, становится опорой для своего родителя, и при этом очень быстро взрослеет. И в первом и во втором случае эмоциональное напряжение и нагрузка может разрядиться в яркой эмоциональной вспышке, в болезни, в бурной реакции на что-то, что для нас, кажется, не имеет такого уж большого значения. При любой травматизации, болезнь, операция, ссоры, скандалы родителей, очень сильно яркая эмоциональная ситуация в жизни ребенка, с которой он не готов справиться, может повлиять на ребенка таким образом, что он как бы лишается одной из своих частей. Ребенок может не чувствовать границ своего тела, зависать в эмоциональных реакциях, испытывать яркие перепады настроения. Может начать бояться кого-то или чего-то, чего раньше не боялся. У нас может возникнуть ощущение, что ребенок как бы лишился своей идентификации. Признаком травматизации можно отнести лишение сна и аппетита, очень сильное эмоциональное напряжение, вплоть до того, что ребенок не может расслабиться даже во сне, раздражительность, непереносимость малейших затруднений, аутоагрессия, регресс в более младший возраст. Я глубоко убеждена, что семья – это самоисцеляющийся организм. И если правильно организовать времяпровождение с ребенком, можно помочь ему справиться с эмоциональным зависанием и выйти из этого состояния. И помните, неизменным должно оставаться только внимание и интерес к жизни вашего ребенка. До скорого!